Вот. Эту стасовываешь вот так. Эти крепления лучше гораздо, чем любой карабин. Потом вот за эту по себе протянул, а вот сюда, да. Еще. Ну, эту. Эту подтянул, и эту подтянул. Карабином сюда, и за куда-нибудь, там, болеер или за вантер. А что у них такого яхта нам, если они просто для газа подходят? Ты можешь с кухни? Ты можешь с кухни? А, окей. Они под крепеж? Да, они под крепеж, и они узкие, они под эту, под духовку. Кухонные тоже подойдут, но эти лучше стоят. Вот. Не дай бог и пойдет. Купон на пиво, это приятный бонус. Это начало. Купон на пиво. Продолжение следует... Ждем поезд, едем к лодке поближе Бежали, как всегда, в конец Оказалось, нам нужно самое начало Все перепутали Ковид-тесты ни разу нигде не спросили Ни при посадке, да, они нафиг никому не нужны Нифига Земля Нифига 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 Здраво Саша, она же называется как рыбная палочка. Виши. Что ты имеешь в виду? Почему мы не можем использовать? Вы не имеете ввиду. Я не имею в виду. Я не имею в виду. Я думаю, Данмарк и Свеция. Я не имею в виду. А ты имеешь в виду? Да. Но я не уверен. Вопрос. Нужно их добавить в маринаде? Да. Но иногда. Я думаю, что они продают там. В маринаде. Или в обычной маринаде. Можешь их обычно? Да. Да. Окей. Знаешь, эти все штуки, когда машинам под капот заглядывают, у тебя будет то же самое? Да. А типа, что у вас там? Сколько жрет? Сколько природ? Киня по-моему. Ох. Ох. У нас есть что-то там. Да, там вода есть. Ох. 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 Только что, я хочу знать. Какой последний день для обер-холла. Или есть ли у вас посвященную книгу для обер-холла? И что было сделано для обер-холла? Что вы сказали, что у вас поменяли на тимон? А что вы поменяли на тимон? Профессионная книгу для обер-холла? Ох. 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 Мы застанем здесь только для обер-холла. Какая была длинная путешествия на этом боте? Длинная путешествия, который был планирован на Айцландию. Но дождь был слишком тяжелый, поэтому он пришел только к... Ферри или Шетланд. Да, Ферри. Так что это... Ну что? Ну что? Подождите, у меня вопрос. А это что за прикол так здороваться? Чтобы... Из-за короны? Реально из-за короны? Саш, и что, нам тусоваться здесь надо теперь тогда, значит, пока не подпишут? Нет, мы можем уехать. Но это палевно. Нет, у меня есть подписанная версия, всеми подписанная версия в электронном виде. Подожди, сейчас второй контракт подписывался или что сейчас происходило? Сейчас подписывались бумаги, именно бумажная версия. У меня есть уже подписанный... Дигитальный. Да, дигитальный. Вот. И... Ну, то есть мы сделаем... Они подпишут это, там, у чувака проблемы. У второго хозяина лодки, он подпишет это на бумаге и завтра нам их привезут. Ну, юридически это не проблема получается? Юридически не проблема. Юридически с пятнадцатого числа, там, по-моему, да, с пятнадцатого числа я хозяин лодки. Окей. Ты... Ты... Половинами, да, ведь деньги переводил или разом? А... Первые десять процентов, и второе, все, все остальное. Ну, это, на самом деле, как договоришься. Как... Окей. Вопрос. Вот мы сейчас поплывем, нас остановят погранцы. Мы что им показывать будем? Мы им будем показывать электронные документы. Ну, у нас здесь погранцы не остановят. Потому что по-шведски. Да. Благо. Там... Ну, ладно, мы еще инвертарь проверим. Мы зря тащили все это говно из Эстонии? Нет, не зря, не зря. Тарелочки, кастрюлечки? Лайф джекетс тут нет. Ну, тарелки там есть. Нет, лайф джекетс, не спорю. Кастрюлечки не зря, потому что там, ну, как бы, какой-то этот... Там есть сковородка. Не зря привезли чайник, не зря привезли посуду, потому что там посуда не в неполный комплект. У нас нет чашек под суп там, как бы мы их с собой привезли, потом нет. Чего еще? Вилок, ложек там тоже, там что-то две вилки, одна ложка, куча ножей, я не знаю зачем. А вот лестники есть. Да, кстати, прикольно. Вот эта речка попадает в мой самый большой локон. И по ней можно... Ну, так быстрее,nem Leon. Продолжение следует... Аааа, бежинец! Бежинец! Бежинец? Фуф. Серхи. И тут, кстати, про Олимпиаду 80-х читаю. Давайте, рассказывайте, что произошло. Что, парковались, сильный ветер. Он на флаг можешь посмотреть. Да, кстати, покажи вам флаг. Смотри, как флаг развивается и поймешь, какие узлы здесь. И все влаг. Сколько проплыли? Проплыли 300 метров. Получили прижимной ветер. А вчера, когда за газом ходили в этот же порт? Слушай, вчера проще было. Вчера ветер меньше. Вчера не было ветра, да. И плюс мы парковались на гостевом причале с другой стороны. И там гораздо проще все происходит. Там более широкое место. Да, широкое место. А почему взяли узкое место? Нельзя было широкое место взять? Что он не отдал, то и забрали. Нам вчера было забронировано место C65. Вот мы на него и зашли. С ноги. С ноги. А что, кстати, мы с мусором накосячили? Ну мы все в один пакет просто сложили. Да, мы в Швеции, надо делить весь мусор. И потом было сертировать мы с такими зубами пойдем! У нас сейчас показывают Винде 15 узлов. Почувствовав, когда мы так перешвартовались, мы решили, что, скорее всего, мы здесь застрянем на 2-3 дня. То есть, как бы, ну, мы по факту теоретически застрянем здесь на 2-3 дня из-за ветров. У нас там вроде как Винтредик предсказывает одно окно. В субботу с 6 утра мы можем выйти. Надеюсь, что будет 10 узлов ветра. Надеюсь, что это нам даст шанс выйти из вот этого архипелага острова в Загетенбург, туда дальше вниз. Ну и там уже будем смотреть по обстановке. У нас есть три порта, в которых мы можем припарковаться и переждать, если придет там какая-нибудь нежданная погода. План выйти в субботу и дойти до Копенгагена к вечеру, где-то, по-сам, наверное. Чтобы даже товарища довезти. Да, чтобы довезти Диму в целом. Дима на команду посмотрел. До соседней Марины дойти не можете, а вы тут в Таллинн собрались. В рот яхтинг. Как тебе спится в каюте? Два дня мы протусили в порту. Потому что было сколько узлов? До 25. До 25 узлов. Мы никуда не могли выйти. В сторону Балтики, в сторону Эстонии шел шторм. Проходил мимо нас. Сидим в Швеции. И завтра рано утром у нас окно. Мы выйдем и очень надеемся дойти, не доезжая к Копенгагену. До Дании. Смотри в камеру. Пускай ты в Хельсинге. Во фан. 113, 100. 100 миль. Никто не знает, что ли ветер? Юго-запад. Юго-запад. Юго-западный ветер. 10-14 узлов. Будет прохладно. Ну мы подготовились, у нас есть курточки. Ни у кого нет обуви, кстати, нормальной. Да, вот это плохо. Мы вообще вот-вот постирали какую-то одежду. И у нас в итоге за два дня с огромной влажностью не могли нормально высушиться полотенца, ни футболки, ничего. Таков яхтинг в Балтике, что ли? Показывает, что мы в 20.05 уже будем в Марине. 14 часов, значит, идти? Сколько у нас топки? Почти полбака, около 80 или 90 литров. 90 литров. И сколько мы будем на моторе идти изначально, чтобы на камни не сесть? Первые два часа. Примерно. Потому что здесь одни банки и шкеры. Расход топлива максимум 3 литра в час. Что ты делаешь? Выходи, снимаю. Подожди, еще выходи. Я еще не одет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Ааа, чёрт! Ааа, чёрт! Где вы берётесь? Волна! Таксель в упорке Готовы? Готовы! Братай таксель! Всё, Максим, выбирай! Стой! Давай! Забирай! Всё, сложили! Давай, чего назад? Да, слабину дай! Есть! Отлично! Да! Стой нас отсюда нахуй! И газу там добавил, да? Ааа! 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 В рот ваш яхтинг! Яхтинг это охуенно, братан! Ааа! Аааа… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это только носки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подтянуть ее сюда нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Логика. Шведская логика. Лодка меньше 12 метров, лодка от 10 до 15 метров и лодка больше 15 метров. В чем логика, брат? Я думаю, вот это наша. И так у нас есть однодневная наклейка. Тойлер гейт. О! Еще Wi-Fi. Где ты их делал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, здесь? Да. Смотрите, смотрите. Поза, поза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди, не пушай. Это шутка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. по прогнозу все прогнозы нам соврали обманка была не надо верить никаким прогнозом не винти не predict window надо смотреть на небо и доверять ему прям совсем посоветовал мне надо придерживаться некоторых конечно штормовых предупреждений то что у нас получился казус по вранью по разным данным это четыре источника данных и все мимо а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Буквально градусов 7-8 в течение 15 минут возьмите Подожди, это Благодарю, хорошего плавания Что это? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...